Преподобная Синклетикия Но Синклетикия даже не помышляла о замужестве. Все мысли ее были устремлены к Богу, единственному для нее небесному жениху Иисусу Христу. А потому отказалась она от всех предложений руки и сердца и стала еще усерднее очищать свою душу постом, молитвой, целомудрием и чистотую ума, дабы явиться угодную очам Христовым. По смерти родителей она решилась полностью отречься от мира. Раздав все имущество свое нищим и убогим, она, взяв с собой сестру, лишенную зрения, скрылась в одной из гробниц родственников. Живя там, она еще более усилила подвиги свои, и вскоре славая ее подвижнической жизни, распространилась по всем окрестностям. Много благочестивых жен и дев пришли к ней, чтобы жить под ее руководством. Святая сначала не отвечала им, но неотступные мольбы заставили ее давать наставления уж многим подвижницам, которые пребывали и пребывали к ней. И скоро вокруг праведницы собралось общежитие. В конце жизни святую Синклетикию постигла тяжелая и мучительная болезнь, равно как некогда претерпел праведный Ио. С превеликим христианским смирением приносила преподобная сие испытание, неспосланное Господом. Так страдала она три года и шесть месяцев, возлагая на Бога одного свою надежду в скором представлении. Перед отшествием ко Господу узрело страдалица чудное видение. Святые ангелы и пресветлые девы призывали ее к себе, открывая взору ее райские селения. Скончалась святая около 350 года, в возрасте 83 лет. 18 января. День памяти преподобной Синклетикии Александрийской. День памяти Субтитры создавал DimaTorzok